Добрый день! Меня зовут Сергей Покоев. И сегодня я вам расскажу, что такое D7. Кто-то спросит, D7? А что такое D7? А это вообще Bittrex? А кто-то уже об этом слышал. Собственно, первая часть у нас так и называется. Почему и зачем? Bittrex – это система, которая существует уже много лет. И за все эти годы Bittrex никогда не переписывался с нуля. Компания всегда следовала принципу обратной совместимости. И чисто теоретически вы можете взять сайт, который построен на одной из первых версий Bittrex и обновить его до актуальной версии. При временем на среде прошлого начинает давить и мешать развитию системы. Поэтому пришел момент, когда необходимо было выполнить качественный эволюционный скачок. Именно поэтому появилось новое ядро, которое получило название D7. Кова же была цель разработки нового ядра? Это создание нового программного ядра на новом технологическом уровне с избавлением от наслаждения устаревших технологий. По сути, новое ядро – это новая идеология разработки. При этом, что очень важно, в продукте продолжает работать весь старый API. То есть Bittrex остается верен своему принципу обратной совместимости. И весь старый код, написанный ранее, продолжит работать. То есть, произошел эволюционный мощный скачок, но не революционный. То есть, никаких глобальных потрясений при этом вам ожидать не стоит. Вам также нужно эволюционировать свои знания и навыки. Постепенно старый API старого ядра должен стать чем-то типа адаптера. Это нужно до совместимости. Вся лойка с соответствующим рефакторингом должна переехать в новое ядро. Рассмотрим кратко, что такое новое ядро D7. Это совершенно новый подход к API. Теперь все стандартизовано. Появилось URM. Само ядро D7 основывается на принципах ООП. И появилось много других современных элементов в приемной технологии. Появились новые сущности. А собственно, что это за сущности такие? Это новый файл настроек именно только для новой ядра D7, которая называется .setting.php. И папка local, которая позволит вам отделить свой код от кода ядра. И компоненты на классах, которые можно будет теперь не кастомизировать, а наследовать. При реализации новых проектов и развитии текущих по возможности используйте новое ядро D7. Ну а дальше я вам расскажу основные моменты работы с D7 и немного более подробно рассмотрим моменты, которые были затронуты в данном видео.